Здравствуйте, подписчикам и гостям! Я, Джетли, и сегодня я бы хотела поговорить с вами о зависти, об одном из семи смертных грехов, по крайней мере, в христианской трактовке. Что же такое зависть? Зависть — это чувство, которое съедает тебя изнутри, вгоняет тебя в уныние. Ещё один смертный грех заставляет тебя необоснованно проявлять агрессию к объекту твоей зависти и в каком-то смысле порождает в тебе лень. Зависть — это ошейник с шипами на твоей шее, который ты хочешь снять. Но не можешь. Это одно из самых мерзких чувств, которые ты можешь испытывать, но с которым ты ещё можешь бороться. Из-за чего возникает зависть? В основном зависть возникает из-за того, что человек, которому ты завидуешь, достиг чего-то большего, чем ты, предположительно, в той же сфере, в той же области, в которой разбираешься, там, работаешь, в общем, которая тебе нравится и в которой ты хотел бы достичь таких же успехов или даже больше. Обычно зависть возникает, когда человек, который завидует, не понимает совершенно, из-за чего тот человек, которому он как раз-таки завидует, получает какие-то блага, он более успешен, чем человек, который завидует, и думает, что это всё незаслуженно и совсем необоснованно. Конечно, иногда бывает незаслуженно и необоснованно, например, там, деньги или работа по блату, но мы эти примеры брать в расчёт не будем, потому что всё-таки в жизни они не так часто встречаются. Почему же мы завидуем? А завидуем мы потому, что мы видим лишь верхушку айсберга, то есть плоды тех трудов, которые человек вложил во что-то. Смоделируем ситуацию. Человек, завидующий, только начинает работать в какой-то сфере деятельности, например, начинает делать кукол, а человек, которому он завидует, в этой сфере, допустим, уже несколько лет, и у него выработался какой-то навык уже, какие-то свои приёмы работы, какое-то упрощение, всякие фишки. Я думаю, те люди, которые творят, меня должны понять правильно. Получается, что этот человек уже очень долгое время шёл к тому уровню получения тех навыков, которыми он владеет сейчас. И, скорее всего, он не собирается останавливаться. Но ты не понимаешь, почему к нему такое внимание, почему, грубо говоря, ему всё, а тебе ничего. И даже не думаешь о том, что он прикладывал какие-то особые усилия или создавал ситуации, которые помогали ему развиваться, там, что-то получать, что он искал, что он знакомился с нужными людьми, что он отдавал деньги, допустим, за то, чтобы развить свой навык, чтобы стать лучше. То есть этот человек самосовершенствовался. А ты завидуешь ему потому, что совершенно не знаешь его истории, совершенно не понимаешь, как он этого добился. И ты должен заинтересоваться прошлым этого человека. То есть что именно он делал, чтобы стать таким, как он есть сейчас? Я думаю, что такого краткого описания должно, в принципе, хватить. Так как же избавиться от этого ошейника, от зависти, которая тебя мучает, которая не даёт тебе спокойно жить, угнетает тебя и просто вызывает какие-то негативные эмоции в тебе? Зависть может перерасти в восхищение, в восхищение человеком, потому что это, в принципе, очень похожие чувства. Человек должен тебя просто вдохновить. То есть ты завидуешь человеку из-за того, что у него есть то, чего нет у тебя, но ты можешь это получить совершенно спокойно. Потому что каждый из нас может достигнуть чего-то большего-большего, чем то, что мы имеем сейчас. Стать лучше, умнее, развиться в конце концов. Но ведь это же даётся не просто так. Это даётся путём упорных тренировок, в целом упорства, желания, ну и, собственно говоря, саморазвития. Это касается абсолютно всего. От умения работать руками до умения работать мозгами. Просто немногие это понимают. И лучший выход из ситуации, если вы ловите себя на мысли, что вы кому-то завидуете, что вы испытываете негатив, это проанализировать, почему вы испытываете негатив. И если негатив, который вы испытываете, как раз-таки является завистью, вам надо выдохнуть, понять, чего именно вы хотите. Может быть, немножко порыться в прошлом человека, которому вы завидуете. Найти какие-то точки опоры, которые, в принципе, ему помогли. И прошлое не всегда может вам подсказать, как человек начал саморазвиваться и как он это делал. Поэтому просто подумайте, что вы можете сделать для того, чтобы добиться половины, если уж не всего того, чего он добился. И в конце концов, может быть, даже как-то начать им восхищаться. Либо просто с ним не общаться, не заглядывать на его страницу, порвать с ним все связи и вообще забыть о нём. Как вариант. Если вы кому-то завидуете, значит, либо ещё не время, либо вы прикладываете слишком мало упорства для того, чтобы добиться того, чего вы хотите. И тогда, в конце концов, вы сможете снять свой ошейник зависти и просто выбросить его. Помните, что каждый из вас может достигнуть своей цели, сколько бы времени на это не понадобилось. Главное, что-то делать и всё-таки упорно к этому идти. Всем спасибо за просмотр. Верьте в себя. И всем пока. Здравствуй, мой недовольный кис. Кто мой хорошенький? Он не хочет со мной общаться. Кто такой маленький? Ты такой маленький, да, ты такой маленький.